Можно сказать так, выскочку из Поволжьи пробует на вкус московская интеллигенция. На вкус выходит немного дерзко, но целеустремленно. Немного жестко и в молодости весьма неопределенно. Чем тогда хотел заниматься Николай? Наверное, он и сам затруднялся дать ответ на этот вопрос. Петр Вяземский о крымзине. Как прозаик он гораздо выше, но многие его стихотворения очень замечательны. С них началась у нас поэзия, внутренняя, домашняя, которые отголоски раздались после, так живо и глубоко, в струнах Жуковского и самого Пушкина. Грамзин живет здесь, на чистых прудах, с другом по масонскому обществу Петровым. После сотни сделанных им переводом зарубежных классиков, он уже признанный поэт, журналист и переводчик. Круг его интересов поражает. Здесь он познакомился с семейством Плещеева, который был председателем Московской палаты. Вскоре на сестре его жены он женится. Случится это в 1802 году. Прожил он с Елизаветой Ивановной Протасовой год и был бесконечно счастлив. У него родилась дочь Софья. В первые дни после родов Елизавета хоть и очень слаба, но чувствует себя все лучше. Очень скоро и состояние ухудшится. Не пройдет и месяца, как Карамзин станет сдавцом. Это случится 4 апреля 1802 года. Карамзин идет впереди повозки. Здесь, по разбитому тракту, гроб жены несут чуть дальше. Он их иногда догоняет, помогает, но силы его быстро отпускают. И так 15 верст. Да, вон той церкви. В его сознании происходит некий перелом. Кажется, что оставлять все как есть невозможно. Тогда он найдет самую верную дорогу. Но только на ближайшее время. Отношения с масонами и мартинистами практически прекратились после того, как Карамзин решает отправиться за границу в целях продолжения образования. Он хочет запастись новыми познаниями в языках, европейской литературе и искусстве. Из поездки будет привезена огромная библиотека, купленная непосредственно молодым литераторам. В 1812 году эта библиотека сгорит. Но из путешествия Николай привезет не только книги, еще знания, а самое главное – впечатления. Из письма в путешествии. Приятно, весело, друзья мои. Переезжать из одной земли в другую. Видеть новые предметы, с которыми, кажется, сама душа наша обновляется. И чувствовать неоцененную свободу человека, по которой он подлинно может назвать себя царем земного творения. Письма русского путешественника. Уникальный по своей сути роман. Как путеводитель по Европе будет написан Карамзиным во время путешествия. По возвращению на родину рукопись будет много раз меняться. Но до последней редакции сохранится заграничное настроение. Но письма – это все-таки не дневник, а полноценный роман со своим сюжетом, героями и настроением. И этого, кажется, никто из его современников не понимает. Жизнь наша делится на две эпохи. Первую проводим мы в будущем, а вторую – в прошедшем. Из писем русского путешественника. Став на время частью европейского общества, Карамзин отметит для себя – свобода необходима для процветания государства и народа. А посетив главные европейские острова, мы почти догнали Англию, бывшую до Петра, впереди нас шестью веками. Петра он любил всегда. Часто цитировал и брал в пример. Но наиболее глубокий след в душе русского писателя оставит Франция. Ее он будет помнить долго, возьмет многое от этой страны, но впоследствии разочаруется. А в 1812 году и вовсе возненавидит. Французская нация прошла все стадии цивилизации, чтобы достигнуть нынешнего состояния – Карамзин. Так он хотел, чтобы и Россия не стремилась достичь весок одним прыжком. Во время продолжения своего образования за границей, Карамзин впервые так тесно встречается с понятием «республики», неприемлемым в Российской империи. Перед ним стоят тяжелые вопросы политической жизни Европы. Он старается применить иностранные тенденции просвещения к своему государству и дать отпор захватнической политике Наполеона. Но писатель сомневается. Дабы найти истину, он делает подробный анализ всех строев государственной власти – республики, монархии и империи. Империя по Карамзину уже явно отжила свой век. Все связи ее в политическом основании разрушаются. Нет сил не усмирять мятежников, не контролировать общество. У республики век тоже недолгий. Тут отслеживается опыт, полученный за границей. Развитие цивилизации, рост богатств непременно ведет к падению нравов, а следовательно и к падению государственного строя. Наиболее подходящая для России, по мнению Карамзина, монархия. Это правление гораздо и счастливее, и надежнее, и может возвышаться на той ступени нравственности, с которой республики падают. В 18 век он пытается разобрать, окунувшись в историю, и найти там ответ на вопрос самодержавия и крепостничества. Формирование русской нации, ее духовной культуры, патриотизма, человеческой личности, место России в Европе, в современном мире и в истории. Именно это спустя несколько лет займет основное место в истории государства российского. Он считал, что иностранными мудростями не стоит заслонять русскую сущность, а главное, что залог ее будущего в ней самой, в ее традициях и обычаях, верованиях и законах, выработанных ею самой. Нежелание стать копией Запада. Почти 300 лет. Главное обвинение нашему самому рьяному своему фильму в литературе. Вернувшись в Москву, он поселится в доме своих друзей Плещеевых на Тверской. Именно им и были адресованы письма русскому путешественнику. Сам дом находился в приходе Василия Кисарийского. Церкви этой боли не существует, она находилась чуть выше, над горочкой, вон там. Видимо, он жил здесь непосредственно и перед своим отъездом за границу. Здесь у Крамзина впервые сложится идея создания журнала с целью содействовать развитию просвещения литературы и искусства России. Более он не мог видеть свою родину необразованной, и вернувшись домой, за 10 лет Крамзин создаст два лучших по тем временам периодических органов. «Московский журнал» 1791 год и «Вестник Европы» 1802. Именно на страницах московского журнала Крамзин впервые начнет печатать письма русского путешественника. Крамзин сам и составитель, и редактор, и выпускающий продюсер. В журнал вошли его переводы, переводы его ближайших соратников, наиболее интересных, на их взгляд, иностранных прозаиков, а также их собственные поэтические произведения. Но когда журнал вышел, на Крамзина обрушился шквал негодования. Выпуск журнала, не предусматривающего мистических, теологических произведений, означал окончательный разрыв отношений великого историка с когда-то близкими ему масонами. Он выпускает журнал, без сомнения, наиболее плохой, какой только может представить просвещенный мир. Он думает нас воспитывать вещами, которые мы никогда не знали. Может быть, и в нем произошла французская революция. Из писем московских масонов. Самая читающая сторона в мире отказалась учиться читать. До сих пор единственной стороной, которой так и тянется это выражение, является Россия. Однако, когда жил Карамзин, быть образованным считалось немодным. Да и доступа к знаниям практически не было. Если в Петербурге и Москве в то и дело и появлялись литературные эстеты, то в селе читающих было менее 5%. Да и уровень этих знаний оставлял желать лучшего. Император писал с ошибками. Порой параллель сегодняшней России просматривается чрезвычайно четко. Менее чем через 100 лет будет принят циркуляр о кухаркиных детях, который запретит получать среднее образование не только детям-крестьян, но и простым горожанам. Этот указ Александра Третьего на много десятилетий вперед с конца 19 века убьет так называемый талант из народа. И сегодня мы – самая читающая сторона в мире, с пустыми библиотеками, книжными магазинами и музеями. Несмотря на негативные первые впечатления, со временем множество масонов приняло участие в московском деле Карамзина. Многие даже были подписчиками журнала. Редактор Карамзин продолжал свой натиск. «Творческий дух обитает не в одной Европе, он есть гражданин вселенной, человек – везде человек, везде имеет он чувствительное сердце, а в зеркале воображения своего вмещает небеса и землю. Везде натуры есть его наставница и главный источник удовольствия». Но и к мнению читателей Карамзин прислушивался. И с просьбой обращается к Ивану Дмитриеву. Из писем Карамзина «Пожалуй, любезный друг, и вперед пиши ко мне, что услышишь о московском журнале от людей, вкус имеющих. Пиши, не смягчая никакой критики». И все же, несмотря на неприязнь в начале, журнал произвел фурор в среде интеллигенции. В 1791 году заметны признаки надлома, тяжелых раздумий, ведущих по нарастающей, из месяца в месяц, из года в год, с редкими просветами надежд. Эта черная полоса продлится почти десятилетия, вплоть до 1801 года. Но Карамзин признан и как писатель-издатель, и как поэт, и как новатор в публицистике и новом литературном стиле. Он первый официально признанный политический журналист в мире.